попробуем разобраться ребята в поединке сауль альварес и колумб смит что же это за бойцы ну без меня вы это знаете что это забрать и какие бойцы с кем боксовались боксировали но все равно в двух словах опишем их оппозиции дать чтобы как-то сопоставить и какой результат вытекет из наших высказываний ну ребята антропометрии конечно здесь понятно с абсолютно разная колумб смит какой высоченный рост супертяжеловеса да и сауль альварес метр семьдесят три но ребята рост это не самое главное как бы если правильно подойти к поединку правильно подойти к боксу с каких слов я делаю вывод из каких предположений из каких мыслей ну допустим смотрите сауль альварес метр семьдесят три человек который выступает ну средневесовая категория до в полу тяжелую залез весовую категорию принципе для боксера ребята вот эти пять сантиметров три сантиметра они роли не играют потому что посмотрите взять майка тайсона метр семьдесят восемь рост если человек правильно занимался если человек правильную тактику технику освоил до метр семьдесят восемь он выше сауля альвареса всего на пять сантиметров получается правильно ведь друзья а посмотрите дрался с какими бойцами то есть я к чему говорю человек метр семьдесят восемь а костяк у него позволяет широкий костяк позволяет нарост мыс позволяет ну позволяет быть таким крупным как бы невысоким да а все равно крупный ну и многие таких бойцов энди руиз ну там сало конечно но все равно но просто я к чему говорю вот сауль альварес как бы ну тоже когда он средний там полусредний выступал бог какой-то худенький посмотрите каким он вышел в полу тяжелый вес ковалев по сравнению с ним был дрищ дрищом правильно немощный худой ну да высокий но посмотрите на альвареса кровь с молоком кровь с мясом склент бутеролом мордастый башка больше чем у ковалева плечи широкие также кроуфорда возьмите роста тоже как бы невысокий тоже по моему метр семьдесят три у него не помню сейчас плечи широкие выходит крупные само тело крупный еще размах метр восемьдесят восемь правильно поэтому ну что надо для побед для интересных поединков то же самое и это ребята посмотрите вот как тайсон двухметровых вложил да а почему сауль альваресу не положить худого бойца который высушенный который не своей весовой категории и как бы все все предрасположения но прежде чем делать такие выводы положить не положить нокаутировать не нокаутировать нужно по технике немножко пробежаться колон смит ребята это заблудший британец в каком плане заблудший но всех британцев друзья которые нравятся хейтером нашего канала которые нравятся я не знаю хайтером просто хейтер да им обычно нравятся вот такие бойцы дистанционные спокойные смиренные их всех практически британцев выбили правильно посмотрите весовые категории вот все все промежуточные веса средний там еще какие-то веса полусредний там полутяжелый вообще вообще их там как бы и не видно пока да но есть британцы которые меняются и они еще наплавут жорсты и лордов британец посмотрите освоил ближнюю дистанцию освоил работу в клинче клинч освоил на дальней может не получается чувствует удар тяжелый заходит на ближнюю и тому же на ближней работает уже знает то есть вот эти британцы они перестраиваются но вот этот британец заблудившийся в каком плане у него и нету ног ребята в основном те британцы вот за счет ног да это работа неинтересные бои малого браса выброшенные удары унылое зрелище такое а он этого не делает он уже встал плотно на ноги уже поднял защитный блок но только защитный ничего более ребята не работа от блока не работа на не любит работать на ближней дистанции в именно средней дистанции взять на блок взять взять пока боец сделал допустим двоечку перестал убить он блок опускает и начинает доставать за счет длины рук даже без шага потому что боец рядом он может уносить удар ребята сближаясь сближаясь соперник для чего это делать не могу понять то есть вот он достанет тебя со средней дистанции у соперника руки короткий а для колумба смита средней дистанции это для противника дальние и он еще плюс сближается понимаете в чем дело сближается и там уже начинаются риски с кем дрался колумб смит вот так если разобраться ну и положить руку на сердце но ни с кем ребята грофс боец дистанционный для меня лично боец никакой ну опять конечно люди которые любят дистанционную скучную унылую работу которые не не воины не бойцы а так вот именно они конечно будут возражать но посмотрите грофс с юбинком то стоит выжидает пока юбин кинется вот это никакой для меня это ребята никакой боец дальше и больше никого не могу назвать был сейчас я даже записал не записал даже я его не записал не записал ребята ну а записал извиняюсь скоглун до хикбоксер почему у колумба смита были трудности с ним да потому что тот заходил на ближнюю дистанцию и там дрался поэтому возникли трудности поэтому он много пропускал и так как функционалка желает быть лучшего так как ну если навязывать ему высокий темп постоянно давить мы видим значит он сдувается сдувается пропускает ударов блок уже и не держит ни хера я имею ввиду колумб смит дальше бои бои какие-то прошли до райда стоны на дистанции до проигрывает но что он делает райдер навязывает прессинг и близнюю дистанцию очень легко подпускает к себе соперника колумб смит и в клинче не знает что делать снизу вот эти апперкоты пролазают боковые пролазит и вот смотрите как бы рост высокий да у человека но когда становится на ближней дистанции если ты не высокого роста принципе альварес не намного и меньше этого райдера там но два сантиметра это вот ребят 20 ну что это такое два сантиметра вот на ближней дистанции они не вообще роли не играют вот этот рост 23 сантиметра как бы подпускает легко на ближнюю дистанцию и там когда начинает пропускать он теряется он не знает что делать пытается что-то помахать как-то на руки длинные пока вот он еще не технично этот замах делает конечно ребята короткорубку бойцов у альвареса даже руки короче чем у райдера будет легко это делать это вот основная причина и альварес ребята и он давит не так как райдер вот просто поставьте рядом райдера райдера и поставьте альвареса да вы просто почувствуете мощь какая исходит нету шеи до альвареса боец такой мощный боец бьющий мексиканец и райдер будет стоять у него даже мышц нет и посмотрите этот боец у которого нет мышц какие трудности создал пролить далее ребята что еще можно сказать колома смита нужно конечно выбить ребята это не тот боксер ну такой затерявшийся пока нет никого он крепещится да ему его нужно с хорошим бойцом поставить вот как раз альварес попался гена головкин мог бы интересный бой дать но опять если гена был гены да они бэксом но это я образно кто следит за нашим каналом знают о чем я говорю так дальше 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 сауль альварес голова но если он райдеру не пробил голову как ребята пробьет голову он сауля альваресу никак это раз дальше силу удара на ближней дистанции у альвареса она будет в разы сильнее это два в разы ощутимый он будет чаще подходить к колумбу смиту так как колумб смит боец не бегающий боец стоячий боец который будет стоять у канатов и здесь альварес будет разбивать его пропускаю удары альварес будет наносить удары колумбу смиту как будет британцы британец держать удары это конечно вопрос ну думаю думаю никак думаю все равно разобьет и еще самый важный момент ребята ну конечно про бой то что в америке до должен быть это уже как какие-то вопросы возникают по-любому уже на стороне альвареса кто-то будет что-то будет и этот бой бы не делали если бы допустим были какие-то сомнения в том что альварес может проиграть но это мои уже такие домыслы это мои домыслы ребята и перчатки ребята разбой будет в америке по любому там на стороне колумба смита никто не будет перчатки дадут колумбу смиту так как такие же как далее там ковалеву и там еще кому-то а у альвареса перчатки особенные у него перчатки с конского волоса они у него тоненькие тоненькие и вот за счет еще и этого ребят конечно 7 если ему одеть такие надутые перчатки да пусть профессиональный но плотно набитые синтетикой до синтетическим материалом конечно эффект другой от поединков но когда тебе на руку просто надевают кожу конский волос он уже до того сбитый сбитый тонкий то эти удары уже другие вот посмотрите какие у него будут перчатки тоненькие обтягивающие такие да по весу они будут подходить но качество и будет другое и думаю что у колумба смита будут перчатки из конского волоса кстати кто-то жаловался на это не помню кто ребята но вы знаете не сами или ковалев или еще кто-то с кем-то короче альварес побоксировал подрался и когда или или гена даже головкин и когда проверяли перчатки или джейкобс то просто офигели какие у альвареса перчатки то есть вот будет все вот на стороне как бы альвареса поэтому ну по очкам как каун смит выглядит ну думаю не как это ему нужно быть очень функционально много ударов выбрасывать но он никогда много ударов не выбрасывает так дальше дальше с такой с какой скоростью будет прессинговать альварес от этого будет зависеть исход боя если он начнет это делать со второго с третьего раунда то естественно развязка закончится побыстрее ну блок во многом конечно поможет в некоторых моментах в работе на дистанции поможет от прямых ударов но на близне на среднем не поможет потому что альварес будет бить за руки а у колумба смита нет защиты нет работы с блоком с блоком стоит когда бьют нужно но это все отрабатывается ребята сейчас я не буду об этой технике уже тысячу раз жевали жевали не переживали так что вывод какой ребята думаю думаю что думаю что альварес должен нокаутировать должен нокаутировать колумб смита в принципе да все для этого есть перчатки тонкие есть ближняя дистанция есть просто надо будет перебить а если попадал райдер то у райдера райдер то не нокаутер то как бы удары альвареса в этом весе во втором среднем ну считай полу тяжелый правильно он выйдет такой холеный выйдет не гонявший не загнанный как бы правильно мощный и думаю сделать свое дело подписывайтесь ребята не забывайте